Алло, давайте Богу вас дадим всем аплодисменты. Давайте будем, богослови друг друга, прибудьте в мире. Вы миссионер, который спасет 237 стран мира. Получим богословение первенца, восстановив богословение 10 тысяч верующих ради спасения 237 стран. Да, благодарю за благодатное прославление. Сегодняшняя тема слова – это путь, который дал Господь. Путь, который дал Бог. И это такой путь, как мы сами исповедовали только что, прославление. Следовать за Иисусом, повиноваться Евангелии. Нет другого пути, быть счастливым. Вот я желаю, чтобы в течение одной недели вы следовали за Иисусом и следовали за Евангелием. И вы могли жить жизнью благовестникам. Богослови вас на этом. На прошлом деле я посетил одного дьякона дома. И вот когда мы с ним говорили о разном, вот я говорю ему, дьякона твой прожили до сегодняшнего дня. Вот, вот, о чем вы думаете, ну вот, как вы считаете, в чем вы лучше всего получили водительство Божье? Вот, как вы думаете, какое самое большое благословение вы получили? И этот дьякон, без всяких сомнений, он так сказал. Это первое, это то, что я поверил в Иисуса. Значит, у нас есть такая школа, РЛС, это школа лидеров для рементов. В главной организации создали эту школу, чтобы воспитывать лидеров среди рементов. И вот, вот там, ну там есть такое, как бы, спонсорство среди родителей. И вот меня пригласили там, как бы, передать слово. И вот я когда был там, и я тоже слушал, вот я слушал слово одного человека. Не могу это забыть никак. Значит, один из родителей, он умер. И вот перед смертью он так сказал. Вот он говорит, сейчас я умираю. Но есть то, о чем я не сожалею. О том, что я считаю, что хорошо, что так произошло. Это говорила, это говорила супруга одного из, супруга одного из, ну, да, супруга человека, который умер. И она говорит, самое, самое лучшее, что мы сделали, мы посвали ребенка в эту школу. Вот я не знаю, как вы считаете. Но есть то, от чего я получаю шок, и от чего мое сердце начинает биться. Вот я тоже хочу вам задать этот вопрос. Вот вы прожили до сегодняшнего дня. И в вашей жизни, вот действительно, то, о чем вы не сожалеете, о чем вы можете даже похвастаться, что это? Вот в жизни моей, что это? Вот я, вот я прямо сейчас могу это исповедовать, что, вот хорошо, что я это сделал. Вот я могу смело исповедовать все. Значит, сейчас я стою преди Евангелем. Значит, получил ответ, не получил ответ. Это не важно. Сейчас я стою преди Евангелем. Вот это важно. Вот мы сейчас с вами проходим книгу «Второзаконие». И вот книга «Второзаконие» — это книга, которая говорит об Израиле, которые вышли с Египта, очень громко вышли. И вот они идут по пустыне. И вот они испытывают действия Божьи в пустыне. И они, вот, как бы, готовятся уже зайти в Ханан. И за две недели, за два месяца, тут они входят, вот Моисей говорит это слово. Вот если посмотреть, значит, вот в одиннадцатом стихе сказано. «Заповедь, которая заповедует тебе сегодня, недоступна для тебя и недалека». То есть Моисей, вот, с народом Израилем, они готовятся войти в Ханан. И вот теперь Моисей говорит потомкам это слово. Вот это же самое. И ваши дети, они могут задать вам вопрос. «Мама, вот что ты считаешь самым лучшим ответом? Что ты считаешь самым лучшим благосостоянием в своей жизни? Вот что вы ответите ребенку? И вот вы сейчас в вашей жизни, где находитесь? Где вы стоите? На чем вы стоите? Поэтому я благосостоянию, чтобы после этого благослужения вы получили ответ. Первое. В моей жизни есть два пути. Вот мы можем посмотреть сегодняшний Миссис Псани. Это пятый стих. Вот пятнадцатый стих. «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло». То есть есть только два пути. Жизнь и добро, смерть и зло. Вот слово нам об этом говорит. Вот если посмотрит Матфея 7 главу, 14 стих, сказано, что есть двери широкие, а есть двери узкие. Вот всегда в нашей жизни есть двери, вот, широкие двери. То есть это те двери, куда могут войти кто угодно. Но есть узкие двери. Значит, поскольку узкие двери, то не все могут туда войти. Вот, вот кажется, что мы вот живем с вами по-разному. Но на самом-то деле в жизни всех людей есть только два выбора. Это две жизни, которые можно выбрать. Да и сейчас вы тоже можете выбрать только два пути, не больше. То есть даже если перед нами три-четыре пути, в сути своей есть только два пути. И эти пути, по которым все идут. И если выбрать неправильно, тогда написано «смерть будет». А если хорошо выбрать, тогда написано «жизнь будет и добро». То есть благословения придут. Поэтому я благословляю вас, чтобы вы сегодня могли выбрать важный путь. Путь жизни и добра. То есть вот мы сейчас живем с вами в таком форме, что и сейчас мы имеем только два пути для выбора. И даже в какие-то определенные моменты в жизни по-прежнему эти два пути только у нас есть. Да, послушайте, конечно, важен выбор. Но важно это взгляд на жизнь нашу. Значит, вот когда мы говорим о взгляде на жизнь, то, конечно, надо иметь в виду, это нашу сущность. Значит, мы видим в своей жизни, в своей сущности вещи, которые не меняются. Но если вы будете стоять на Евангелии, слушать Слово, и если Слово будет становиться вашим ответом, тогда я сам того не замечу, как моя сущность будет меняться. То есть я сам того не замечу, как мгновение за мгновением моя сущность будет меняться. То есть Бог, Он будет менять мою сущность. Если посмотрите в Римном 7 главу, в 24 стихе Павел говорит, «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела греха». То есть Павел, который так исповедовал, на самом-то деле, вот он, ну вот вы знаете, да, что его жизнь в Дамаске поменялась за одно мгновение. После встречи с Господом его жизнь просто на 180 градусов поменялась, изменилась. То есть это был тот момент, когда вся его внутренность, она поменялась. Вот Павел испытал такое действие в Дамаске, но не поменялась сущность Павла. Поэтому он беспокоился об этом, он говорит, «Бедный, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела греха?» А вот если до этого посмотреть, вот стихи библейские, вот он говорит, что телом, говорит, что умом своим я соблюдаю закон Господень, а телом грешу. Поэтому он говорит, «Ой, бедный, бедный я человек, что это значит?» Это значит, что сущность, вот сущность его не менялась. Поэтому он так с жалостью исповедуется о самом себе. Но это действительно так. Сущность наша, наша, да, сущность, натура, она просто так не меняется. Но поскольку вы являетесь людьми Евангелия, когда вы будете слушать Слово и будете потихоньку осознавать Евангелие, тогда сущность моя будет меняться. И еще есть одна вещь, которую мы проходим в нашей жизни. Это наши духовные проблемы. У всех людей есть духовные проблемы. Почему? Потому что человек является духовным творением. Поэтому в жизни всех людей, неважно, проявляется оно или не проявляется, да, вот есть люди, у которых сильно проявляются духовные проблемы, есть люди, у которых не сильно, но все люди имеют духовную проблему. Первое. Вот есть семейный фон. То есть есть проблемы, которые передали ко мне по роду. А также есть духовные проблемы из-за моего прошлого, раны. То есть из-за этого всего есть у меня сейчас духовные проблемы. Но что важно здесь понять? Что вот эта духовная проблема, она может стать каналом для атаки сатаны. И хоть, может быть, мы не можем получить исцеление от этих духовных проблем, но очень важно, чтобы мы входили внутрь духовного проблем, внутрь наполнения Святого Духа. И тогда наша духовная проблема не будет проявляться. Бывает такое, да, что в нашей жизни веры резко начинает всплывать мое прошлое. И вот я сам не замечаю, как из меня выходит такое прошлое мое. Почему? Потому что вот эта духовная проблема, она внутри меня очень глубоко засела. Поэтому вот апостол Павел, у него тоже была своя духовная проблема. И вот он, настолько у него была духовная проблема, что он три раза молил Господа, чтобы он исцелил его от этой духовной проблемы. И он даже назвал эту проблему жало вплоть от сатаны. Ну, как вы думаете, он получил исцеление? Нет, Бог не исцелил его. Но Бог дал ему ответ. Довольно для тебя, благодати моей. Поэтому, когда я держу за Христа, чем я слабее, тем я сильнее, потому что больше проявляется сила Божия. Поэтому Павел исповедует, я силен, когда я слаб. То есть, послушайте, у вас тоже есть духовная проблема, но из-за этого необходимо еще сильнее ухватиться за Христа. Поэтому я желаю, чтобы во время каждого момента вы могли одерживать победу. Давайте с вами посмотрим на израильский народ. Значит, в сегодняшнем месте описания, они уже вот-вот будут входить в Ханан. Значит, вот они вышли из Египта, и было бы хорошо, чтобы они быстренько вошли в Ханан, правильно? Ну, вот мы тоже так думаем. Но если мы посмотрим, то Бог очень долго вел израильский народ по пустыне. И что это было за путь в пустыне? Это был тот путь, когда Бог исцелял раны, духовные проблемы и сущность израильского народа. Поэтому не то, что путь в пустыне был чем-то важным, а это было обязательным для прохождения израильского народа. Потому что только получив исцеление от своих сущностей, они могли войти в Ханан и вести духовную войну. То есть вот эта пустыня, она нужна была, чтобы измениться в Евангелии. То есть, на самом-то деле, да, действительно, все происходит из-за нашей сущности, а также из-за моей духовной проблемы. Вот мы тоже, мы расстраиваемся из-за этого. Но нет необходимости переживать. Нет необходимости нервничать из-за этого. Значит, Бог, Он обязательно, Бог, Он обязательно вас изменит. Вот Филиппийцам 1.6 сказано, будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Неважно, какая у меня есть духовная проблема, какая моя сущность. Если вы будете стоять перед Евангелем, в Евангелии нет такого, получается или не получается. А в Евангелии обязательно получится. Обязательно в Евангелии Бог, Он поменяет. И Бог, Он все сделает по-новому. Значит, мы с вами уже получили благословение. Поэтому теперь достаточно стоять перед Евангелем. Потому что в Евангелии все получится. Не то, что в Евангелии получится, не получится. Обязательно получается в Евангелии. Вот я тоже сейчас постоянно получаю Слово, передаю Слово, и вот я сам того не замечаю, как внутри меня вера растёт. И вот когда я смотрю на других постров, я вижу, действительно, они люди, которые по-настоящему верят в Бога. И вот когда я видел таких людей, я сам того не заметил, как вот эта вера, она тоже во мне появилась. Да, конечно, я могу делать что-то правильно, либо же неправильно, но Бог во мне взращивает веру. И Бог, Он даёт мне понять, что всё находится в Божьем плане, что Бог сам всё совершает. Поэтому, видя вот это и осознавая это, внутри меня вот стало исчезать неверие. Значит, если мы сможем, вот, если мы сможем сбориться от неверия, тогда мы видим, что я и моё действие, оно совпадает. И тогда начнёт происходить Божье действие. А из-за того, что во мне ещё осталось неверие с прошлого, сейчас слово и моё место действие не совпадает. Поэтому я нахожусь в неверии. Но, действительно, благодарность. Благодарность за то, что сейчас я вижу, что всё находится в Божьем плане. Даже если что-то происходит, что приносит мне ущерб, я вижу, что в этом и является Божьим планом. Поэтому, видя вот это всё, внутри меня стала расти вера и сокрушаться неверие. Поэтому, на самом-то деле, в жизни верю, чтобы нам прям что-то особо такого делать. Такого нет. Значит, в нашей жизни всё Бог Он совершает. Хватит вместе прочитаем. Филиппинцам 1.8. Ещё раз. Будучи уверен в том, что начавши у вас доброе дело, будут совершать его даже до дня Иисуса Христа. Обязательно, если Евангелие, тогда ответы будут проявляться. И всё, что происходит, это то, что Бог допускает. И во всех ситуациях... Помните, что всегда у вас есть два пути. И достаточно вам всегда выбирать путь веры. Давайте посмотрим на историю Израиля. Значит, вот, особенно 12 Саглядатаев, значит, вот они, израильский народ, выбрались из Египта, вышли из Египта, и вот они сейчас направляются в Ханан. И вот, когда они начали выходить, за ними последовали войско египетское, а впереди было море, море чёрное. И получается, и получается, теперь они находятся в такой, как бы, западне. И вот тогда начало проявляться истинное неверие. То есть, неверие. Но был человек, который выбрал веру. Это Моисей. Вот, Бытие 13 глава. Ой, я прошу прощения. Исход 13 глава. То есть, он говорит, стойте, спокойно стойте и смотрите, как Бог будет вас спасать. Моисей, у которого была вера, он в проблеме увидел, важно было сегодня, что Бог сейчас будет нас спасать. А израильский народ, который были в неверии, начали проявлять недовольство, жаловаться. То есть, они упускали все благословения. И вы также ещё знаете, израильский народ, они проходят по пустыне и направляются в Ханан. И были выбраны 12 сагалетаев, чтобы пойти посмотреть, что это за земля Ханан. И вот они пошли, посмотрели и приходят и дают отчёт. Значит, 10 из 12 говорят, ой, вот тот народ в Ханане, он такой великий, мы не можем его завоевать. У нас с ним получится, начали так говорить. То есть, они начали исповедовать неверие. Но если посмотреть в числа 14 главу 1 стих, то двое начали говорить, двое начали говорить, что у нас всё получится, что мы сможем их завоевать. И потом, израильский народ в пустыне опять начинает отправлять неверие. Она начинает говорить, почему мы здесь страдаем? Неужели Бог сюда нас вывел, чтобы мы здесь умирали? Она говорит, что мы хочешь, чтобы я и дети мои умерли здесь. Поэтому начали говорить, а давайте мы вообще вернёмся в Египет. Это всё исповедание неверия. Ну и как результат такого исповедания, такие люди, они не вошли в Ханан. То есть, пред лицом проблемы был тот, кто исповедовал веру. Это Иисус Навин и Халиф. То есть, они говорят, мы обязательно зайдём. Бог вместе с нами говорит, мы завоюем эту землю. Потому что Бог уже дал нам на съедение эту землю. Эти враги, они нам на съедение. И вот тогда мы видим, что Иисус Навин и Халиф, они стали главными действующими героями завоевания Ханана. Послушайте, в каждый момент своей жизни вы будете как жить? Проявляя неверие или исповедуя веру? Потому что по вашему исповеданию обязательно придут плоды. Вот есть люди, которые используют свою голову, свои знания, свой разум. И вот кажется, что они что-то хорошо делают, какой-то выбор. Но если кто-то будет смотреть на Господа, смотреть на Бога, тогда он уже выиграл. Но давайте зададимся вопросом. В каждом моменте своей жизни мы смотрим на Бога, мы смотрим на Христа. Значит, вот сейчас тоже эпоха, когда Бог желает от нас веру. Поэтому я вот вам хочу сказать, что мы с вами люди, которые смотрят на Христа. И Бог, Он путь такого человека, Он берет ответственность за путь такого человека. Нам не надо жить так, как делает этот мир, используя свой разум. То есть, Бог, Он говорит, что Он даст нам силу с неба. Бог даст нам идентичность нашу с неба, Он даст нам миссию с неба. Послушайте, наша с вами принадлежность другая. Мы не принадлежим этой земле. Значит, мы с вами люди, у которых покровительством, поддержкой является престолом Божиим. Поэтому, имея миссию небесную, имея силу небесную, имея идентичность небесную, мы с вами завоевываем этот мир. То есть, Бог у нас призвал, чтобы через нас получили спасение 237 стран мира. И вот сейчас Бог, Он этот план через нас совершает. Поэтому во время каждого мгновения нам необходимо с вами делать выбор веры. Я был с вами Господа Иисуса Христа, чтобы вы делали такой выбор. Во-вторых, нам необходимо всегда делать евангельский выбор. Номер два, всегда делать евангельский выбор. Я вам так хочу сказать. Для того, чтобы мы делали выбор веры, нам необходимо делать выбор в пользу Евангелия. Девятнадцатый стих. «Вас свидетели перед вами. Я призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложила тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твоё». То есть, что Бог говорит, чтобы жил ты и потомство твоё. Что надо выбрать? Жизнь надо выбрать. Жизнь выбери. И, может быть, не сразу, но в Божье расписание. Бог, Он поменяет нас. И мы увидим, что мы с вами идём по пути к жизни. Значит, есть у Бога расписание. И, согласно этому расписанию, Он будет нас менять. Но необходимо всегда помнить об этом и проявлять ожидания. И я желаю, что вы обязательно верили, что, как мы читали в Филиппийцам 1.6, обязательно в Божье расписание Бог будет действовать. Потому что если мы в Евангелии, то нам надо просто ожидать. И Бог, Он совершает свою тему. Вот смотрите, вот когда мы с вами смотрим на детей, на жену, то вы видите, да, как все потихонечку меняются, растут. Вот это же самое. Бог, Он своё расписание будет нас менять. И вот эта духовная проблема, которая внутри нас, она сразу не меняется. И вот эта моя духовная проблема, она проявляется постоянно. Но не бойтесь этого проявления. Почему? Потому что сейчас время, когда Бог вас меняет Евангелие. И значит, Бог, Он допускает проявление таких духовных проблем для того, чтобы через нас и семью, и 237 стран, и весь мир спасти. Поэтому сам Бог будет нас менять, сам Бог будет производить вот изменения внутри нас. Поэтому нам достаточно иметь уверенность в Евангелии. Что значит иметь уверенность в Евангелии? что Христос, разрешите всех мои духовные проблемы. Вот здесь должно быть такое принятие решения, должно быть заключение. А Иисус Христом, истинным царём, истинным священником, истинным пророком, Он пришёл на эту землю. В нашей жизни решил проблему природного греха сатаны, проблему ухода от Бога, которую мы сами не можем решить. Поэтому, послушайте, никто не может решить проблему сатаны, который держит жизнь человека. Это всё произошло из-за бытия третьей главы. Вся основа наших проблем – это из-за того, что мы совершили грех и оказались в руках сатаны. И вот эта жизнь, которая находится во грехе, обязательно там правит сатана. Поэтому самого важного Бог, Он пророчествовал, что я послушаю семя жены, и оно поразит сатану в голову. Семя жены. Каким бы ни был владающимся человек, он не является семенем жены. Христос пришёл и разрушил голову дьяволу, и разрушил дьяволу, власть дьяволу. И в Исаии 7.14 также сказано «Итак, Сам Господь даст вам знамение, все девочки примет, Родит сын и нарекуйте имя Емануил». Матфея 1 глава, с 18 по 23 стихи сказано, что это слово «но совершилось». Дева, Мария, Зачава и родила сына. То есть не от мужчины родила, а от Духа Святого. То есть это семя жены без первородного греха, который родился и разрушил дела дьявола. И сейчас Бог, он завершает это слово «бытие 3.15». И сейчас сатана, он действует также «бытие 3.15». Он обманывает людей, до этого не верит. 6 глава, он делает так, чтобы люди входили в культуру из пленок. 11 глава, он делает так, чтобы люди строили успех без Бога. Вот эти три организации, которые сейчас преуспевают таким образом. Поэтому сатана, он так вот говорит. Знаете, почему люди, вот они не говорят о религиозных организациях и так далее? Потому что они там находятся, они впали в это. Поэтому у них есть также проблемы из этого. Но нет ответа победить сатану, победить, вот выйти из религии, как только Иисусом Христом. Поэтому, когда мы держимся за Христа, тогда все проблемы нашей жизни решаются. И вот каждый день относительно этого необходимо иметь такое решение, заключение. Поэтому я желаю, что вы восстановили стопроцентную веру. Если мы верим в то, что Иисус является Христом, если это, если это был совпадает со мной, тогда я больше не буду поступать таким недостойным образом. Потому что, если Бог припадает со мной, достаточно мне просто молиться Богу и все. Если Бог по-настоящему припадает со мной, то есть вот если так вот на сто процентов исповедовать, что Бог со мной припадает, тогда мои мысли, мое положение, моя настойчивость, тогда это все не надо. Но из-за того, что мы не верим, то мы держимся за свое место, мы настаиваем на своем, мы держимся за свои мысли. Поэтому хоть мы говорим устами, вера, вера, но на самом деле веры нет в нас. Нет веры в то, что Бог несет ответственность за нас. Но Петр так испыдал. Ты Христос, Сын Бога Живого. Что значит Сын Бога Живого? Это значит и сейчас Он живой, Живой Бог и действует. Я тебе благословен, что Вы восстановили стопроцентную веру в это. И наши верующие, которые сейчас работают в мире, действительно имейте такую веру. Равно также с этой верой учитесь. Поэтому мы с Вами, те люди, которые, если будут обретать небесную силу, небесный талант, небесную миссию, тогда мы не будем следовать за этим миром. А причина, почему мы сейчас, мы хоть и верующие следуем за этим миром? Потому что не получилось получить ответ в Евангелии. Не получилось восстановить веру. Поэтому вы восстановите веру, что Бог унесет Отечественность. И обретя эту веру, стопроцентную веру в Евангелие, принимайте всех людей. Значит, есть странные люди, но, тем не менее, постарайтесь объять всех людей. Вот есть люди, которые нам неприятны, есть люди, которые ошибки совершают. Но почему Вы говорите, пастор, что надо всех объять, надо всех принять? Потому что Христос может поменять всех людей. Я тоже, ну, вот есть люди, которые мне нравятся, есть те люди, которые, ну, вот, мне не нравятся. Но сейчас я принимаю всех. Почему это можно? Потому что Бог всех людей меняет через Евангелие. Я лично оживаю через Евангелие. И другие люди, если будут следовать за Вами, они тоже поменяются. Поэтому написано, не суди ближнего. Действительно, если отдать Богу ситуацию с кем-то человеком, если следовать за Богом, тогда Бог всех оживит. Ну, посмотрите, как такой человек. С огромными недостатками он может сейчас передавать слово, заниматься предупредителем миссии неспособности в мир. Да потому что Бог, Он меняет, Бог, Он оживляет. Поэтому каким бы ни был человек, как бы потерявшим надежду в глазах других, Бог, Он все поменяет. Почему? Потому что у Бога есть расписание, когда Он будет менять людей. Поэтому у нас с Вами, смотрите, у Вас есть Евангелие, и внутри нас Вашей Евангелие. И вот как мы сегодня читали, что люби Господа, слушай Господа, прилепляйся к Господу. Поэтому необходимо от других людей не критиковать, а с целью спасения этих людей, принять этих людей. И потом этих людей доверить Богу. Вот я тоже так считаю. И раньше я думал, что я как-то отношусь к людям как бы некрасиво, как мошенник, делаю то, что мне надо. Ну, послушайте. Но Бог, Он живой. И Бог, Он может поменять всех. И Бог, Он действует одновременно. Поэтому желаю, чтобы Вы всегда делали все в направлении оживления людей. Вот это и есть выбирать Евангелие. Поэтому желаю, чтобы Вы могли делать правильный выбор. Да, конечно, есть то, что мы можем потерять. Есть то, что Бог может забрать. Но однозначно сказать можно, что Бог, Он внутри Евангелия, все дает человеку. Поэтому с каждым не беспокойтесь. И всегда радуйтесь. И Бог, Он даст во все ответы. Значит, Христос, Он сейчас со мной пребывает. И написано, что все могу в укрепляющем Меня Иисусе Христе. Поэтому все есть во Христе. Поэтому необходимо ожидать. Необходимо держаться за Евангелие, ждать людей. И обязательно Бог, Он будет менять людей. Бог будет действовать. И обязательно Бог, Он даст нам благословение и спасение 237 стран. И вот Вы тоже, когда смотрите на других, Вы так думаете, что это человек, который будет спасать 237 стран. И мы не знаем, как Бог будет использовать каждого. Ну, даже дети наши, да? Вот мы не знаем, как Бог их будет использовать. Значит, когда вот я смотрю на рынок наших, вот я понимаю, что придет время. Обязательно придет время. То есть сейчас вот они просто поздно идти в Ангелии. Но придет время. Потому что вот никто из нас не знает, как Бог будет использовать детей. Ну, однозначно можно сказать, что когда мы начинаем все с Евангелия, из-за того, что мы находимся внутри благословения Евангелия, то Бог, Он, каждого человека будет использовать ради всеми евангелизации. Особенно родные, как помощников пастора, как помощников служителей. Поэтому необходимо всегда нам с Вами делать евангельский выбор. Тогда мы можем получить с Вами водительство Духа Святого. А как получить водительство Духа? Следовать за словом. Давайте с Вами посмотрим двадцатый стих. «Избери жизнь, дабы жил Ты и потом с Твоей любил Господа Бога Твоего, слушал Глаз Его, прилипался к Нему». И вот если мы с Вами будем делать евангельский выбор, тогда что мы видим? «В этом жизнь Твоя и долготодни Твои, чтобы пребывать Тебе на земле, которую Господь склятую обещал Отцам Твоим, Авраму, Исааку, Исааку и Датям». То есть, когда мы с Вами следуем за словом, это и есть путь благословения, это и есть путь веры, это и есть путь водительства Духа Святого. И если вот мы сами сейчас следуем за водительством Святого Духа, и кажется, ну ничего такого не происходит, послушайте, обязательно потом придет результат. И наоборот, если мы сейчас не будем получать водительство Святого Духа, даже если кажется, что сейчас что-то получается, в итоге потом придут огромные духовные проблемы. Поэтому каждый раз, когда мы сами вступаем на какое-то место действия, и тогда необходимо нам делать евангельский выбор, и тогда необходимо следовать за словом и получать водительство Святого Духа. И если мы с Вами будем во всех трудностях получать водительство Святого Духа, тогда обязательно Бог, Он будет совершать в нашей жизни ответ, чтобы через нас получили спасение 237 стран мира. Поэтому, как можно следовать за словом? Сейчас мы посмотрим. 13 стих. 16 стих. Я, который заповедую Тебе сегодня, любить Господа Бога, ходить путями Его, исполнять заповеди Его, постановления Его и законы. 18 стих. 15 стих. Значит, вот это слово, оно должно быть, Слово Божие должно быть на моих устах, в моих мыслях, в моем сердце. Сказано, что тогда я буду видеть, буду получать водительственного духа и буду постепенно получать божьи ответы. Значит, даже если у нас с вами нет силы, то нам необходимо следовать, следовать за словом, получая водительственного духа. И когда мы с вами следуем за словом, это и есть путь жизни и добра. Поэтому для того, чтобы обрести вот эту жизнь, для начала вам необходимо открыть глаза на жизнь. Ответ среди всех ответов, когда проявляется Божье благословение, это когда я нахожусь внутри слова, и тогда вокруг меня Бог будет поднимать учеников. То есть Бог даст нам ответ однажды. Спасение всего мира. Еще раз вам прочитаем 20 стих. Ты будешь пребывать на земле, которую Господь с клятвой обещал Аврааму, Исааку, Якову. То есть это так. Каждый момент, когда мы будем с вами делать евангельскую жизнь, евангельский выбор, получать водительство Святого Духа, из двух путей выбирать путь жизни и добра, тогда в итоге, потом, все мое будет, все, что с вами происходит, все мое будет связано с всемирной евангелизацией. Поэтому во время каждого мгновения, момента, необходимо получать водительство Святого Духа, делая выбор евангелия. И сегодня не упустите, сегодня это делайте. Сегодня, во время каждого момента, я бы сказал, что вы получали водительство Святого Духа и делали выбор завета, выбор Евангелия. И тогда Бог даст благословение встреч. И тогда вы будете использованы ради евангелии в 137 странах. Я бы сказал, что семья Господа. Помолимся. Бог, благодарю Тебя. Бог, спасибо Тебе за то, что Ты позволил нам веру и принимать это Евангелие. Господь, благослови, чтобы по вере проявилось действие Божие. И Господь, благослови, чтобы все наши верующие в церкви Ханя могли вот такой делать выбор, чтобы через них поднимались ученики, чтобы мы могли завоевать ту землю. Действуй, Господь, Господь. Поэтому, молюсь с Вами живого Господа Иисуса Христа с благодарностью. Аминь.